Продолжение следует... 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 же лечению идем дальше следующий следующая трудовая функция оценка медсестринских вмешательств следует отметить что оценка осуществляется непрерывно и включает сбор анализ вывода реакции пациента на вмешательство с выявлением новых проблем и документирования результатов ухода следующая большая большой раздел трудовых функций это оказание медицинских услуг в клиническом лечении и первое это услуги на этапе подготовки к лечению здесь опять же речь идет о сборе информации о пациенте и заболевания но уже на этапе стационарного лечения функции медсестры на данном этапе входят и назначение лечебного питания и определение группы крови для дальнейшего оперативного лечения и трансфузии подготовка к пациентов к различным видам лечения с обучением и опять же повышением уровня приверженности следующая трудовая функция оказание медицинских услуг уже непосредственно на этапе лечения на этом этапе осуществляется наблюдение управление симптомами назначение симптоматической терапии с выявлением возможных или имеющихся осложнений лечения а также оценка общего состояния для оценки всех перечисленных расширенных функций медицинская сестра должна иметь навыки и способности которые могут включать но не ограничиваются способностью решать проблемы устные письменные коммуникативные навыки умение расставлять приоритет и переориентировать пациента и персонал способность работать автономно и совместно базовые навыки с компьютером эффективное соблюдение практики инфекционного контроля навыки межличностного общения и навыки критического мышления понимание основных принципов заболевания и его лечение и резюмируя подводя итог хочется сказать напомнить что медицинская сестра играет решающую роль в оказании качественной медицинской помощи пациентам переход от медсестры сегодняшнего дня к медицинской сестре расширенной практики наше недалекое будущее правительство должно облегчить и поддерживать этот процесс чтобы преодолеть все эти барьеры предоставляя необходимое руководство подключая все заинтересованные стороны адаптируя законодательства и регуляторные рамки также предоставляя надлежащие материальные стимулы с целью создания должностей медицинских сестер расширенной практики а также помогая финансировать новые программы обучения и образования с целью подготовки медицинских сестер которые будут занимать эти позиции очевидно чтобы что-то изменить необходимо заручиться поддержкой коллег и надеюсь наша работа кого-то убедит необходимости перемен кто-то услышит об этом в первый раз и задумается благодарю за внимание коллеги а